Здравствуйте! Шекспир – великий автор драматических произведений. До сих пор эти произведения ставятся на сцене, британцы обожают ставить Шекспира. Вообще, каждый культурно-англоязычный человек, он должен быть воспитан на шекспировской литературе. Вот так вот. Так вот, я вам сейчас расскажу про фильм, по-моему, в 2010 году он вышел. Это очередная постановка Кориолана. Кориолан – трагедия Шекспира. Сейчас расскажу вам вкратце её содержание. Это историческая трагедия. Дело происходит в Древнем Риме. У римлян были беспокойные соседи, так сказать, Вольски. У них был город Кориолы. И вот эти самые Вольски, кстати, некоторые люди говорят, что Вольски – предки современных молдаван. Вот. И это просто я за что купил, за то продаю. Это вот… У нас тоже есть предки Этруски, вы знаете, да? Ну, это очень неизвестно, что там как. Ну, так вот. Беспокойные были соседи, всё, их никак римляне не могли завоевать. Они всё сопротивлялись, да, эти беспокойные соседи. И вот полководец римский, один полководец римский, не знаю, как его тогда звали, он отличился в войне с Вольсками и захватил город Кориолы. За это его прозвали Кориоланом. Да, вот так вот. Ну, прошло некоторое время, ему пришлось там, значит, избираться куда-то. У них, знаете, демократия была у римлян. Избираясь, им надо было вот заручиться поддержкой низов, вот показывать, как он, значит, какие раны получил, вот как он им служил. А он такой Кориолан-то был заносчивый, благородный такой человек, ему не очень всё это нравилось. Кончилось тем, что он был исторгнут из римского общества и пошёл, куда ему пойти? Тогда ведь как, изгнание это было всё, человек изгоняется из общества, кому он нужен. Он перешёл на сторону Вольсков, стал их полководцем, организовал наступление на Рим. Ну, вот такая вот фабула дела. И вот сейчас поставили это произведение в очередной раз британцы в 2010 году. Ральф Файнс играет Кориолана, вот Джеральд Батлер играет его антипода, вот это вот лидеры Вольсков. Ну, естественно, всё это играется не в каких-то древнеримских костюмах, всё это изображается на современном фоне. Вот они, римляне, это представители такой цивилизации европейского, западного, англосаксонского типа. Вот он в центре Кориолан, в окружении вот своих, так сказать, соратников. Тут и военные, и штатские чины, да, вот он движется. А вот это вот Вольски. А Вольска, вы знаете, кто играл? Вот эту вот толпу Вольсков играли сербы. В Сербии снимались на натурные съёмки, да? И вы знаете, этот фильм мне очень понравился. Мне очень впечатлили эти сербы, которым мы все русские обычно сочувствуем. И вот такое противопоставление. Знаете, вот цивилизованный Запад и вот такой вот немножко дикий, дикий славянский Восток. Это мы. Естественно, все наши сочувствия были на стороне этих самых Вольсков. Когда наших Вольсков возглавил Кориолан, да, к нему пришли с просьбой его родители, его мать, его жена, его сын, молили его прекратить наступление на Рим. Но он, естественно, их отвергает, да, это вот я вам до конца пьесу рассказал, да, вот такая вот история бы получилась. Но какой вывод я из этого всего делаю? Вывод такой, что так или иначе вот в этой постановке мы попадаем в разряд той неструктурированной, хаотической, так сказать, массы, противостоящей цивилизованному Западу. И я это охотно принял. Я перешел на их сторону. Я не возмутился, да, на сторону этой вот неорганизованной сербской военной массы. Удачи вам всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok